В Бельцах состоялась презентация перевода на русский язык книги, полной уникальных фотографий и воспоминаний, посвящённой Михаилу Волонтиру. Её представил инициатор перевода, израильский журналист Эдуард Докс. Эдуард Докс долгое время прожил в Украине, но после начала Российско-Украинской войны приехал в Республику Молдова. Будучи в подавленном состоянии, он обрёл на магазин в Кишинёве, где увидел знакомое с детства лицо на обложке книги «Михаил Волонтир» и «Недит». Я увидел как будто родное лицо, потому что сколько мне было, 8 или 9 лет, когда Будулай с его фильмом «Цыган» ворвался в нашу жизнь. Он был мужественным, справедливым, честным. И нам, пацанам, наверное, хотелось походить на него. Он стал вроде нашего кумира, мы его растащили на цитаты. После чего связался с автором Валерием Волонтиром и получил разрешение на её перевод, так как все поклонники творчества величайшего молдавского актёра 20 века должны иметь возможность прикоснуться к его истории. Ну так мы с ним познакомились, я взял у него интервью. Сначала в израильской прессе вышло интервью, статья называется «Где ты, Будулай?», и вот издание нашего уважаемого коллеги перепечатало эту статью, потому что оно вышло с таким призывом, что типа израильский журналист призывает поставить памятник Волонтиру. На встрече вспоминали творческий путь актёра. Одна из его самых известных ролей – это роль Дмитрия Кантемира в одноимённом фильме, часть сцен которого снималась в Бельском соборе Константина и Елены. Перевод этой книги даёт возможность русскоязычному населению познакомиться ближе с его жизнью, с его творчеством. И мне кажется, это прекрасная возможность. Мы очень часто ходили одними дорогами. Он был мудрец. И это объясняет то, что он выбрал провинциальную жизнь вместо того, чтобы делать какую-то колоссальную карьеру. Он был неспешный мыслитель. И вы понимаете, это самородок. Книга была переведена Марией Орган и издана тиражом в 500 экземпляров. Спонсором перевода был бельчанин Андрей Зайцев. Михаил Волонтир ушёл из жизни 15 сентября 2015 года. А в 2019-м на Бельской аллее классиков был установлен его бюст. 24 апреля 2024-го Бельский муниципальный совет принял решение о переименовании центрального городского парка в честь самого известного бельчанина.